Доброе утро, Александр. Да, действительно, Керченская переправа находится сейчас под контролем российских военных. Ночью большая группа вооруженных людей на двух паромах прибыла в Крым со стороны России и, угрожая автоматами, оттеснила украинских пограничников. Сейчас они находятся в здании помещения регионального управления Госпогранслужбы Украины и приграничного отряда Керч. Пункт пропуска Крым-Кубань находится под контролем этих вооруженных людей. Предлагаю послушать прямую речь участников этих событий. Для оружия, я еще раз говорю, просьба была, чтобы мы отдали свой склад РАУ с ракетно-насильским вооружением под юрисдикцию Российской Федерации для их охраны. Мы сказали, что мы охраняем сами и ни с чьей помощи не нуждаемся. Хочу добавить, что Азово-Черноморское региональное управление Госпогранслужбы, которое находится в Симферополе, тоже заблокировано вооруженными людьми. Личный состав деморализованный. Некоторые сотрудники даже уже покидают Крым. Ситуация в других воинских частях Крыма по-прежнему остается неспокойной. Самая сложная обстановка в районе центра оперативного боевого обеспечения в Бахчисарае. Там скопилось много военной техники. Украинским военнослужащим предлагают сдать оружие и перейти на сторону крымского правительства. Вот сейчас, через час, в 10 часов утра начнется новый раунд переговоров на эту тему. О ситуации в Севастополе я предлагаю послушать рассказ пресс-офицера украинских войск Алексея Мазепы. На территорию штаба пытались проникнуть радикально настроенные люди при поддержке пророссийски настроенного местного населения города Севастополя. На данный момент конфликт удалось немножко загладить. Штаб ВМС продолжает находиться под контролем украинских военных. И вот по последней информации, командование украинского флота заблокировано российскими военными. Они уже не скрывают свои принадлежности. На территорию штаба военно-морских сил Украины не могут пройти ни офицеры, ни сотрудники медицинской службы. Александр. Дякую, это была Тарина Кошленко. И с последними новинами из Крима.